Добрый день, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер и сегодня покажу вам один из самых интересных проектов, который нам удалось реализовать для частного клиента. Это квартира в Алых Парусах, 250 метров, в котором мы сделали футуристический дизайн. Сейчас мы находимся на самом входе и здесь уже можно посмотреть необычное решение. Вот это санузел, который находится по центру и делит наши зоны на две части. Зона кухни и зона центральная с большим красивым диваном, камином и огромным телевизором. За этими стеклами организовано большое хранилище, шкаф и прачечная. На двери и ближайших стенах покрытие выполнено из микроцемента, такая износостойкая штукатурка. Стулья тоже не простые, а с жабрами, все в поддержку нашего стиля. И такое же колотое стекло по периметру, в котором отражается свет и придает вот такой изумрудный оттенок зоне входа. Обратим внимание на консоль и на большое зеркало, оно как нельзя лучше раскрывает все пространство. И двигаемся вперед по волне, которая светится полностью по потолку и не спадает на стены двумя такими лучами. Панели подсвечены светодиодами и могут давать абсолютно любой оттенок. Сейчас мы находимся на кухне и здесь у нас остров для приема пищи, для завтраков. Соответственно, здесь мы установили столешницу. Дальше мы видим вход и такими панелями декорированный холодильник. Очень интересное тоже решение, встроенное и абсолютно в тему дизайна. Мы старались использовать такие круговые движения. Движение номер один вокруг санузла и вокруг холодильника и кухни, и круговое движение номер два вокруг барной. Стойки и, конечно же, пластика. Здесь она повсюду. Мы сейчас попадаем через коридор в центральную зону с огромным телевизором. И пластика, она повсюду, и по потолку, и по стенам. Один из самых частых вопросов, из чего же сделан этот потолок и как он устроен. Рассказываю вам секрет, ну никакого секрета тут нет, просто некая технология. Сначала делается каркас из прутьев. Потом на этот каркас делается черновая отделка, штукатурка, подобие папье-маше. И последний слой – это архитектурный бетон, специальный состав, который наносится и выравнивается. Потом это покрывается краской и потом еще одним слоем, таким выравнивающим. Обязательно делается ниша для светодиодов, и таким образом все это начинает светиться. Еще немножко хочу рассказать про потолок. Наверху специальные светильники, которые светят прожекторами. И по сути дают отраженный общий свет, которого, как можно увидеть, никаких люстр специальных здесь нет. За исключением люстры, конечно же, вот этой красивой медузы, которая является скорее декоративным элементом, нежели общим основным светом. Все боковые стены сделали не просто стенами, а конструкциями, которые тоже украшены светодиодами, такими своеобразными щелями. Поэтому, если посмотреть по всему интерьеру, у нас ни одной обычной понимания человека стены нет. Все эти элементы, они как бы расширяют пространство и окутывают нас специальной атмосферой, которых хотелось добиться в данном интерьере. И благодаря освещению стенам, полу, потолку создается интересное пространство. Мы сейчас снимаем это видео ночью, но полное ощущение, что здесь день. И за счет того, что везде включены светодиодные источники света, и не просто светят, а за какими-то нишами устроены, получается вот такие интересные эффекты, которые, по сути, время останавливается. Вот это была одна из основных задач, создать такое подводное царство с пультом управления и возможностью изменения его по своему желанию. Все выведено на этот пульт, и можно буквально одним касанием пальца полностью преобразить пространство. Обращу внимание на Onyx и вообще на пол. Все здесь сделано из шестигранников. Это специальная форма, она была здесь выбрана, потому что имеется эркер. И это основная архитектура данной квартиры, один из акцентов элементов. Мы решили продолжить эту тему, сделали акцентные элементы в виде светящегося Onyx, в виде столика шестигранника. И, конечно же, нам удалось найти замечательный диван, поддерживающий эту и хаотичную, и структурную форму. Также в стяжке мы сделали песочек с подсветочкой и с камнями. Таким образом удалось сохранить высоту потолка и показать глубину. За диваном организована отдельная зона с висящим хрусталиком. Это кальян. Клиент очень любит музыку и звук, поэтому подготовили такой большой сабвуфер. Но черный ящик его не устроил, поэтому здесь он будет отделан кальяном. И сюда будет интегрирована еще и пара машина с лазерами. Поэтому будет настоящая сцена. Это кресло-качалка сделано из кориана по индивидуальному заказу. Оно подвешено под потолок. Здесь можно замечательно расположиться и не бояться упасть. Находится над камнями с подсветкой. Удобно качаться, расслабляться, отдыхать. Расположение тоже очень хитрое, когда мы находимся, сидим на этом кресле. Мы одновременно видим и столовую, можем общаться с людьми, которые сидят за столом. И барную зону, если кто-то у нас здесь угощает напитками, конечно. И зону с диванами. И даже самую дальнюю зону с кухней и с барным столиком. Даже кусочек телевизора. То, что черное стекло, это несущая колонна. Вокруг нее организовали биокамин круговой. И можно его смотреть с любой из сторон, либо из гостиной, либо со стола столовой. Также этот камин видно, когда мы заходим. Первое, что мы видим, это именно камушки, светящиеся в языках пламени. Бар сделан из кориана с подсветкой. Подсветка, как и по всему интерьеру, может быть затюнингована в любой цвет. Здесь можно угощать гостей и также быть частью мероприятия. Оникс один из моих любимых материалов. Это натуральный камень, который к тому же просвечивает. Он имеет очень интересную структуру. Белые цвета он пропускает свет. И темные, наоборот, получаются контрастные. Здесь мы обили практически всю колонну. И она делит у нас две зоны. Зону гостиной и зону столовой. Так мы облагородили и украсили одновременно несущую колонну. Сделали ее воздушной. И соединили пол, стены, пол в гостиной. Сделали такой вот единый монолит, который не смотрится какой-то глыбой непонятной, а смотрится воздушной, облачной. Такой конструкции, которая притягивает к себе внимание и является, наверное, одним из самых акцентных элементов в данном интерьере. Основную зону мы посмотрели. Там будут происходить различные мероприятия, встречаться друзья, гости, веселиться и интересно проводить время. И, конечно же, это не было бы квартирой, а был бы каким-то клубом, если бы не было приватной зоны. И вот этот вот проход, выполненный в виде сот, обращаю внимание, что здесь тоже произведены шестигранники. И из этих шестигранников сделан вот такой проем необычной формы. Проходя по нему, мы попадаем в приватную зону и посмотрим некоторые комнаты. Комнаты здесь уже, конечно, сделаны более обычно. Это гостевая-кабинет, здесь раскладывающийся диван, светодиодное освещение, 3D-панели, сделанные по индивидуальному рисунку на заказ, тоже дополнительно подчеркивающую форму волны. Шторы, тюль, красивый вид на залив. Идем дальше. Замечательное зеркало, многогранные формы. И попадаем в санузел. Небольшой гостевой санузел. Здесь у нас две раковины, ванная комната, душ. Ничего необычного, но все стильно и аккуратно. Здесь произведена у нас симуляция Onyx. Это керамическая плитка. Она не такая дорогая, но подчеркивает общую концепцию, потому что сделана в таком же стиле. Идем в следующую зону. Это гостевая. Здесь самое, наверное, необычное. Это вот такое панно с зеркалом, в котором отражается все пространство. Зеркальный шкаф, челевая подсветка. Здесь тоже у нас подчеркнуты шестигранники. Это освещение. Ну и, конечно же, светодиоды везде, где можно, за шторами, за шкафом. Мы попадаем в спальную зону, если можно ее так назвать. Но, тем не менее, здесь у нас присутствует кровать, большая, круглая. В поддержку ей круглый пилон, шест для танцев. Замечательная подушка. На потолке шторы с подсветкой, и они дают очень мягкое освещение. Оранжевое кресло. Поддержку оранжевого такого подшелт сделанного светильника. Очень красивого. Пол здесь такой же, как и в центральной зоне. У нас присутствует оникс. По бокам такое же стекло, в котором создается иллюзия пространства внутри. Хаотично порезанное дерево, шестигранниками выложенное. И шестигранниками же соединяются через деформационный шов, специально сделанный в таком интересном виде. По портам, по окончанию, чтобы сделать стык интересным, привлекательным, мы тоже с подсветочкой использовали камни, добавив морскую тематику. В изголовье кровати все зеркала поворотные, и за ними скрывается барная зона. Здесь могут быть специальные какие-то принадлежности. И, конечно же, все зеркала можно повернуть в обратном направлении, и тогда будет полная симуляция ткани. Они объедены такой же тканью, как и кровать. Слева от кровати предусмотрена джакузи, в которой можно приятно провести время. За джакузи водопад. По нему стекает вода, и подсвечиваются специально направленными лампочками. Это вторая комната, в которой поддерживается вот эта волна с подсветкой. Здесь мы видим, она начинается отсюда, идет через всю комнату. Здесь такие лепестки. И, конечно же, уходит в ванную комнату, и остается около зеркала. Около зеркала мы видим и слева, и справа ее завершение. И в зеркале видим продолжение, как будто в бесконечность. Здесь у нас душ. Тоже с зеркалом и такой же подсветкой. И здесь очень клиент просил сделать сам. Из спальни с джакузи мы имеем возможность пойти либо в ванную комнату, либо через гардероб пройти насквозь и выйти уже в центральную зону, покинув приватное пространство. Огромный аквариум с рыбами. Но самое интересное, что творится за ним. За ним у нас санузел. И, находясь в санузле, можно наблюдать, какая здесь дискотека в центральной зоне. При этом там пленка, поэтому те, кто находится здесь, не видят, что происходит внутри. Так как у нас не только морская тематика, но и космическая, мы создаем мир будущего, поэтому мы решили добавить сюда такие трафареты, какие-то непонятные знаки, как будто с будущего из космоса. Специальная стеклянная плитка, имитирующая шестигранники, но только своей особой формой и немножко выпуклая. Обязательно подсветка, потолок. Такие интересные светильники в виде груш или медуз. Такой же формосместитель, который идет с потолка до раковины, пользоваться которым тоже весьма несложно и интересно. Здесь создано все, чтобы удивлять. Огромное зеркало тоже с членением душ и, собственно, вот из душа через аквариум, через пленку мы видим, что происходит на дискотеке. Дизайн-проект мы делали примерно три месяца. Клиент к нам пришел и попросил сделать что-то необычное. Мы предложили стандартное решение, но клиент просил сделать еще более и более необычное. Дело в том, что стандартный классический дом у него уже есть и главной задачей было создать именно необычное пространство для того, чтобы удивлять гостей и самому приятно проводить время. Эту задачу мы взяли и выполнили. Дальше шло строительство, было предоставлено смета, согласовано и примерно полтора года потребовалось до того, чтобы довести бетонную стену в такое состояние. Мне очень приятно иметь общение и контакты с такими людьми интересными, которые не боятся экспериментировать и которые вкладывают душу в идею дизайнера и позволяют ей реализовываться. Поэтому, если у вас есть интересные креативные идеи, если есть друзья, с такими проектами мы с удовольствием будем рады помочь вам выполнить вашу мечту и воплотить ее в реальность. С вами был Санислав Орехов. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!